Почему пиарщики очень любят интервью? Почему интервью? Потому что интервью для агентств, поскольку я сейчас представитель агентства, раскрываю некоторые секреты, самый выгодный пиар-инструмент. Вот смотрите, чтобы сделать грамотное интервью, нужно пиарщику, ну такому, который не совсем идиот, потратить максимум 4 часа своего времени. Это данные, которые нам дает IABC, International Association of Business Communicators. То есть стандартно 4 часа времени. Для того, чтобы сделать статью аналитическую, нужно потратить от 8 до 12 часов. Поэтому ленивые пиарщики и умные пиарщики предпочитают делать интервью. Я надеюсь, что вы находитесь тоже на моей стороне. Я тоже предпочитаю делать интервью, но не только по этой, конечно, причине. То есть очень выгодный инструмент с точки зрения затрат. Во-вторых, конечно же, интервью что нам дает? Оно нам дает большее присутствие на полосе, если мы говорим о печатных СМИ. Почему? Потому что там всегда, как правило, есть фотография какая-то. Ну, кто-то что-то обещает, есть его фото. Сложа ручки не сидим, и такая вот фотография. Очень часто встречается, вот сколько я ни смотрю, постоянно такие фотографии есть. Кроме этого, когда мы делаем с вами интервью, то, конечно же, нас легче всего запомнить. Потому что в любом интервью так или иначе присутствуют какие-то эмоции. Всегда мы видим фотографию человека, когда мы читаем его прямую речь. Если, конечно, он ее не почистил в 12 раз, да, и интервью не прошло, 153 согласования, а после этого понятно, что ни одну СМИ его брать не хотел на бесплатной основе, и поэтому пиарщик откуда-то тихонечко там журналисту что-то под столом дал, да? Ну, я надеюсь, что вы не такие. И интервью, конечно же, да, нам дает то, что запоминает лицо. Люди покупают у людей. Люди не покупают непонятно у каких компаний. Поэтому, когда, например, мы говорим о Роснефть, я говорю о Роснефть, сразу представляю Сея Сечина автоматом. Это на самом деле хорошо для компании Роснефть, что я представляю Сечину. Потому что, например, когда я говорю о какой-нибудь, ну, называемую компанию Кубкин-Партнеры, я говорю о Басе Кубкина-Мэра, я никого себе не представляю. Подумайте сейчас, задайте себе вопрос, когда называют вашу компанию, кого себе видят, да, кого себе представляют люди, ваша целевая аудитория. Какие бизнес-задачки можно решать с помощью интервью? Давайте посмотрим. На самом деле, понятно, что таких задач очень много. Мы только посмотрим самые типичные. Когда тот менеджер не хочет делать интервью, боится. А почему он боится? Ну, потому что наши СМИ очень негативны, да. Если мы вообще откроем в любой момент Яндекс.Новости, посмотрим на то окружение, которое у нас есть. Вот для меня выступал прекрасный спикер, рассказывал, да, о том, что СМИ очень любят любые кризисы, они в них копаются. Соответственно, когда наш топ-менеджер нормальный, абсолютно человек, владелец компании, часто с миллиардным оборотом читает СМИ, он видит, как там всех поливают грязь. Разумеется, ему от этого нерадостно. И разумеется, он потом боится какие-то давать интервью. Так вот, например, чтобы поубедить, можно использовать такую штуку. Какие бизнес-задачки мы решаем с помощью интервью? Первое – поиск клиентов. Давайте посмотрим. Ну, поиск клиентов, поиск нормальных, хороших сотрудников, подрядчиков, инвесторов и многие другие. Мы все смотреть не будем, что времени нет. Ну, посмотрим основное. Форбс. Компания, маленькая компания, специально взяла компанию из региона. Это город Максбирск. То есть, ребята сделали компанию, имея в кармане 3,5 тысячи рублей. Сейчас оборот для компании составляет более 500 миллионов. Компания из Новосибирска выпадает на Форбс, в онлайн-версию Форбса. И что они там рассказывают? Год назад с Аликовсараньки задумались о собственном автопарке. Сейчас у компании 25 иномарок приобретен лизинг. Они поделены между Москвой и Сибирью. До конца года они приобретут еще 60 машин. Вот, например, если я вдруг сдаю машину в лизинг, или занимаюсь лизингом, да, или у меня есть автопарк. Когда я читаю такое интервью, я знаю, о, класс, это мой целевой клиент. Я могу обратиться. То есть, когда с Аликов и с Аликов дают такое интервью, они могут вполне решать задачи в поисках подрядчиков. Потому что часто туп-менеджеры не понимают, с какой теми давайте в интервью они говорят, слушай, ну вот мы тебя наняли, ты пиарщик, да, вот там носи кофе, улыбайся, не знаю, давай какие-нибудь релизы попишем. Когда ты им говоришь, что пиар, он вообще с бизнес-задачами напрямую связан, да, у многих как-то, ну, странное такое ощущение, а какие реальные задачи мы можем решать.